Здравствуйте, с вами Оксана Ромашкина, и сегодня мы рассмотрим следующее время в английском языке Present Perfect Continuous – настоящее, совершенное, длительное. Это видео находится в плейлисте «Времена в английском языке», и этот плейлист я постоянно пополняю. Сперва рассмотрим, как образуются утвердительные предложения. Нам понадобятся местоимения. Местоимения I, we, you, they мы возьмем в одну группу, а местоимения he, she, it – в другую. В качестве вспомогательного глагола мы возьмем have. С местоимениями he, she, it – глагол have превращается в has. Затем нам понадобится еще один вспомогательный глагол – been. В качестве смыслового глагола мы возьмем run с окончанием in. И вот, что у нас получается. Я бегаю с самого утра. Мы бегаем с самого утра. Вы бегаете с самого утра. They have been running since this morning. Они бегают с самого утра. He has been running since this morning. Он бегает. И так далее. I have been running since this morning. Я бегаю с самого утра. Present perfect continues. Present perfect говорит о том, что вы уже пробежали какую-то часть пути. А continuous говорит о том, что вы до сих пор этим занимаетесь. Итак, когда нам нужно употреблять это время? Случай первый. Когда в предложении есть предлог since. Это когда мы что-то делаем с определенного момента, с определенного периода времени. Например, Я бегаю с вчерашнего дня. Или, например Он бегает с 2019 года. Второй случай. Когда в предложении у нас есть предлог for – в течение. Когда мы что-то делаем в течение на протяжении определенного периода времени. Например, Я танцую уже в течение двух часов. Они танцуют уже три года. Или, например, Я танцую всю свою жизнь. Случай третий. Посмотрите на картинку. Я взяла ее из Кэмбриджского учебника. Сознаюсь. Is it raining now? Сейчас идет дождь? No. But the ground is wet. Нет. Но земля мокрая. Как вы думаете, почему? Судя по лужам и по зонтику в сумке женщины, Это потому, что был дождь. И в этой ситуации мы скажем It has been raining. Несмотря на то, что дождь сейчас не идет, Мы употребляем настоящее, совершенное длительное время. Так как мы видим, сейчас видим остаточные признаки дождя. Мы видим лужи и зонтик в сумочке у женщины. Недавно шел дождь. Давайте возьмем еще один наглядный пример. Мужчины и женщины только что были в супермаркете. И сейчас они уходят с покупками. Они занимаются шопингом сейчас? Нет. Но у них полные сумки. И они уже на выходе из супермаркета. They have been shopping. Они только что занимались покупками. Девочки играют в теннис сейчас? Нет. Но у одной из девочек в руках ракетка. Они пьют воду, восстанавливая питьевой баланс. Потому что они только что играли в теннис. They have been playing tennies. Молодой человек бегает сейчас? Нет. Но он устал, лежит. Потому что он только что бегал. He has been running. Он только что бегал. Теперь давайте подумаем, что делать, если нам понадобится глагол, который нельзя употреблять в длительном времени. Вот список этих глаголов. Он не в весе. На самом деле он намного больше. А сейчас давайте возьмем глагол like. Like мы не можем поставить в continuous в соответствии с правилами английского языка. Я люблю мороженое с самого детства. Несмотря на то, что в предложении есть предлог since, а мы знаем, что когда есть предлог since, это present perfect continuous, мы не можем поставить этот глагол в present perfect continuous. Поэтому мы поставим его просто в present perfect. I have liked ice cream since childhood. Я люблю мороженое с самого детства. Теперь рассмотрим, как строятся вопросительные предложения. Для вопроса нам понадобится вспомогательный глагол have, либо его форма has. Этот вспомогательный глагол мы ставим перед подлежащим. В нашем случае это местоимение. И вот что у нас получается. Have I been running since this morning? Я бегаю с самого утра. Или, например, has he been running since this morning? Он бегает с самого утра? Если есть вопросительное слово типа why, почему, или how, как, мы ставим его в самое начало предложения. Например, Why have I been running since this morning? Почему я бегаю с самого утра? Либо, Why has he been running since this morning? Почему он бегает с самого утра? Если вопросительное слово what или who является подлежащим, то вопрос строится как утвердительное предложение с вопросительной интонацией. Смотрите. He, либо she, либо it has been running since this morning. Место подлежащих he, she, it мы просто поставим вопросительное слово what, что, или who, кто. Ну и, конечно, точку заменим на знак вопроса и сделаем вопросительную интонацию. И вот что у нас получается. Что бегает с самого утра? Либо, например, Кто бегает с самого утра? Теперь отрицательные предложения. Для отрицательных предложений нам понадобится частица not, которую мы поставим после have, либо has. И вот что у нас получается. I have not been running since this morning. We have not been running since this morning. You have not been running since this morning. Или, например, She has not been running since this morning. Полную частицу not употребляют на начальном этапе обучения, а также для усиления отрицательного значения предложения, когда нам нужно выделить именно отрицательный смысл предложения. А так обычно употребляют сокращенную форму. Have not у нас превращается в haven't. Has not у нас превращается в hasn't. I haven't been running since this morning. We haven't been running since this morning. Или, например, He hasn't been running since this morning. Мы с вами говорили, что в английском языке три основных времени. Present, past, future. Которые, каждая в свою очередь, подразделяется еще на четыре. Хорошая новость состоит в том, что мы с вами рассмотрели все четыре вида настоящего времени. Present continuous, present simple, present perfect и present perfect continuous. То есть мы рассмотрели, изучили все настоящее время в активном зауге. Времена в пассивном зауге мы будем проходить после того, как разберемся со всеми временами в активном. Следующее время, которое мы будем рассматривать, это прошедшее, past. Начнем с past continuous. Прошедшее, длительное. Все видео о временах я складываю в плейлист времена в английском языке на моем канале на YouTube английский язык с Оксаной Ромашкиной. Вы всегда можете туда вернуться и пересмотреть их при необходимости. С вами была Оксана Ромашкина. Любите английский язык, изучайте английский язык. Он обязательно ответит вам взаимностью. Изучайте английский язык с удовольствием. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!